Образование дети получают бесплатно, но у родителей все равно достаточно расходов в течение учебного года. Иногда родительский комитет предлагает сдать деньги на установку кулера, бумагу для принтера, рабочие печатные тетради. И это допустимые, но необязательные расходы. Например, детям удобнее пить воду из кулера в классе, чем ходить каждую перемену в столовую. Но любой сбор денег на такие нужды – согласие родителей. Без взимания платы школа предоставляет учебники и рабочие тетради, если они включены в учебно-методический план. Спорт-инвентарь и мебель, ежедневную генеральную уборки и охрану и безопасность. Родители оплачивают услуги группы продленного дня – это питание и присмотр за ребенком, школьную форму. Отметим, требование покупать одежду у конкретного поставщика – незаконное. Некоторым семьям форма или компенсация предоставляется за счет бюджета. Далее оплате подлежат внешкольные занятия и кружки, если это предусмотрено внутришкольными документами. Участие в культурных мероприятиях, общешкольных и внеклассных выездах по желанию родителей и дополнительное питание. Кроме бесплатного ежедневного горячего питания в начальной школе или с учетом льгот. По желанию родители могут купить дополнительные рабочие тетради для проверочных работ, шторы в свой класс, подарки детям и т.д. Чтобы оказать добровольную финансовую помощь школе, лучше переводить деньги на специальный расчетный счет с указанием назначения. По поводу незаконных требований о сборе денег можно обратиться к руководству школы в Департамент образования, Роспотребнадзор, Рособранадзор, прокуратуру или суд. Продолжение следует...